Друзья, сегодня я вам покажу такие лайфхаки, от которых вы просто обсеритесь. Досмотрите видео до конца и вы будете удовлетворены. Добро пожаловать на канал Павлэксперт, с вами Владимир. Переходим к первому лайфхаку, переходим в настройки, это будет касаться Wi-Fi. Знали ли вы, что можно нажать на Wi-Fi, здесь немножко задержать и нажать сканировать. То есть вы по факту можете сканировать пароль и он отсканирует как текст, так и буквы. Просто нажмете вставить и сюда сразу ставится пароль и все, ничего вводить не нужно. Это первое. Следующее, это касается текста. Вы можете копировать картинку, допустим мы зайдем сюда, нажмем тремя пальцами, зажимаем, оно это дело копируется. И вы теперь этот текст можете вставить куда угодно. Это может быть как iMessage, так еще вообще не имеет значения. Вы точно так же зажимаете тремя пальцами и вот в верхнем углу вы сюда его вставляете. Все, все в принципе просто. Следующее будет касаться очистки памяти. В разделе файлы вы выйдете назад, еще раз назад и недавно удаленные. Вот здесь у меня было очень много всяких файлов и занимали место. То есть я здесь этот раздел почистил и все, памяти прибавилось. Следующая функция, это касается звонка. Когда вы наберете какой-то контакт, я не знаю, наверное сейчас запись прекратится, я не буду это делать. У вас будет высвечен такой микрофон. То есть выключаете звук. Вы когда нажмете его на 4 секунды, вы сможете отправить человека в режим ожидания. То есть по факту. У него там начнет играть музычка и так далее. Я думаю вы точно так же этого не знали. И самый интересный, как по мне подпункт, это раздел фото. То есть нужно будет ввести вам пароль и только тогда вы попадете в раздел фото. Это я думаю самое интересное. Поэтому к этому мы сейчас приступим. И как же поставить пароль на данную заметку? У меня скрипт уже готов на данное приложение. Нажимаем верхний угол правый. Добавить. Здесь мы пишем добавить действия. Дальше. После этого нам нужно запросить вводные данные. Вот так и пишем. Запросить. Вот вводные данные. Это выбираем. Дальше нам нужно текст. Меняем на число. Вот здесь нажимаем текст. Меняем на число. Дальше. Запрос меняем на пароль. Вот здесь где запрос. Пишем пароль. Готово. Выбираем скрипт если. Вот этот который ниже. Погоду меняем на совпадает с. Погоду меняем на совпадает с. Означение число. Вводим пароль. Вот здесь где у нас число. Вводим пароль. Допустим будет 4 единицы. Готово. В поиске ищем открыть приложение. Вот здесь пишем открыть. Вот открыть приложение. Так и прописываем. Вот здесь выбираем само нужное приложение. Допустим. Пускай это будут настройки. Чтобы никто не лазил. Вот так само мы его и пропишем. Настройки. Все. Нажимаем готово. Теперь зажимаем вот этот вот ярлычок. И вот как раз под пароль. Вот сюда. Чтобы иначе было внизу. Все. После этого мы нажимаем верхний угол. Где вот у нас здесь настроечка. Сюда. Здесь добавить на экран домой. Здесь мы можем выбрать фото. То есть именно. Как у меня иконка фотография. Пускай это будет iOS 16. К примеру. Для примера добавляем. Это наш будет под пункт настройки. Вот видите вот этот. Вы точно так же качаете просто для себя. Вот эту иконочку настроек. И когда мы будем нажимать. У нас будет запрашивать пароль. То есть нам нужно будет внести те 4 единицы. И мы сразу же перейдем в настройки. Вот так вот это в принципе работает. Точно так же я это сделал. Для входа в фото. Раздел фото. Очень круто. И действительно не так в принципе сложно. Когда вам объяснят. Ну что друзья. Удивились. Мне действительно понравилась. Это особенно функция. То что я почистил память. Потому что я недавно столкнулся с тем. Что просто забита практически вся память была. Я почистил раздел файла. И недавно удаленный. Это действительно занимает место. Если вы используете. Чистим все. Резервную копию. Если еще отпечатать. И еще сэкономится место. И вот этот особенно пароль на приложение. Вообще так можно любое запаролить. Никаких платных программ не нужно. Никакого ждать. Там выхода новой iOS. Сайте скрипты. Я оставил точно так же в описании. Вы все можете зайти. И пошагово сделать там. Если вам видео будет что-то непонятно. Вот как-то так. Если вам понравилось видео. Отмечайте лайком. Делитесь с друзьями. Подпишитесь на канал. На инстаграм. И оставляйте самые главные позитивные комментарии. Дальше больше. Скоро увидимся. Субтитры сделал DimaTorzok